Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции это аплеты. Рассмотрим следующие вопросы. Аплеты и методы аплетов. Перейдем к рассмотрению аплетов в Java приложении, которые исполняются в браузере как часть HTML страницы. Это означает, что такие приложения всегда визуальные. Действительно, класс аплет является наследником AVT компонента панель. Сам класс находится в пакете Java Applet. Понятие аплета – аплет, небольшое приложение, доступное на интернет сервере, транспортирующееся по интернет, автоматически устанавливающийся и выполняемая как часть веб документа. Ваш HTML документ аплет встраивается с помощью тегов аплет и объект. После доставки клиенту аплет имеет ограниченный доступ к ресурсам системы. Ниже переведен исходный код программы Hello World, оформленный в виде аплета. Здесь мы импортировали Java AVT, далее аплеты, далее рассмотрели класс и с помощью GDrawString выведем на экран Hello World. Этот апплет начинается двумя строками, которые импортируют все пакеты иерархии Java, плиты Java AVT. Дальше в нашем примере присутствует метод Paint. При вызове этого метода ему передается аргумент, содержащий ссылку на объект класса Graphics. Последний используется для прорисовки нашего апплета с помощью метода DrawString, вызываемого с этим объектом типа Graphics в позиции экрана 22 вводится строка Hello World. Для того, чтобы с помощью браузера запустить этот апплет, нам придется написать несколько строков HTML документа. Класс апплет является классом для любого апплета, включаемого в веб-страницы или просматриваемого Java Plate Wave. При наследовании обычно переоперегается ряд методов. Скелетная структура апплета VoidInc вызывает один раз при инициализации VoidStart вызывается каждый раз при выводе документа, содержащего апплет на экран. VoidStop вызывается каждый раз, когда браузер покидает документ, содержащий апплет. VoidDeploy вызывается один раз, когда заполнение апплета заканчивается. Аплеты Swing используются в класс Java Swing Geoplet. Содержимое апплета находится на панели, ссылка на которую можно получить вызовом метод GetContactPaint. Для добавления элементов используется имя метода ADD. Апплет может являться полноценным с ним приложением. Порядок и инициализация апплета. Ниже приведен порядок, в котором вызывается метод класса апплет с пояснением нужно или нет переопределять данный метод. Инт метод. Инт вызывается первым. В нем вы должны инициализировать свои переменные. Старт. Метод Start вызывается сразу же после метода Int. Он также используется в качестве стартовой точки для возобновления работы после того, как апплет был остановлен. В то время как метод Int вызывается только однажды, при загрузке апплет Start вызывается каждый раз при выводе HTML документа, содержащего апплет на экран. Например, если пользователь перейдет к новой 3W странице, а затем вернется назад к странице с апплетом, апплет продолжит работу с места Start. Метод Paint вызывается каждый раз при повреждении апплета. АВТ следит за состоянием окон в системе и замечает такие случаи, как, например, перекрытие окна апплета другим окнам. В таких случаях после того, как апплет снова оказывается видимым для восстановления изображения, вызывается метод Paint. Update. Используемый по умолчанию метод Update класса апплет. Сначала закрашивает апплет цветом фона по умолчанию, после чего вызывает метод Paint. Метод Stop вызывается в тот момент, когда браузер покидает наш канал документ, содержащий апплет. При вызове метода Stop апплета еще работает. После того, как пользователь снова обратится к этой странице, вы должны будете возобновить их работу в методе Start. Destroy. Метод Destroy вызывается тогда, когда среда решает, что апплет нужно полностью удалить из памяти. В этом методе нужно освободить все ресурсы, которые использовали апплет. Repaint. Метод Repaint используется для принудительного перерисовывания апплета. Этот метод, в свою очередь, вызывает метод Update. Repaint. Вы можете вызывать метод Repaint, устанавливая крайний срок для перерисовки. Этот период задается в миллисекундах относительно времени вызова Repaint. Repaint. X, Y, W, H. Это время ограничивает обновление экрана, заданным прямоугольником. Изменены будут только те части экрана, которые в нем находятся. Следующий метод Repaint, Time, X, Y, W, H. Этот метод комбинация двух предыдущих. Задание размера графических изображений. Графические изображения вычерчиваются в стандартной для компьютерной графики системе координат, в которой координаты могут принимать только целые значения. А оси направлений слева направо и сверху вниз. У предыдущих изображений есть метод Size, который возвращает объект в Dimension. Получив объект в Dimension, вы можете получить и значение его переменных White и Height. Тут приведем пример. Dimension D равен Size. Далее, с помощью системы открытого мы можем вывести высоту и ширину этого значения. Простые методы класса Graphics. У объектов класса Graphics есть несколько простых функций рисования. Каждую из фигур можно нарисовать заполненной, либо прорисовывать только ее границы. Каждый из методов DrawRack, DrawOval, FillRack, FillOval вызывается четырьмя параметрами. Параметр x, y, 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 y. Координаты x, y задают положение верхнего угла фигуры. Параметр White и Height определяет ее границы. Метод DrawLine вычерчивает отрез прямой между точками с координатами x, y, 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 y. Второй или второй. Эти линии представляют собой простые, прямые, толщиной в один пиксель. DrawArc. Форма метода DrawArc и FillArc имеет следующий вид. Здесь этот метод вычерчивает дугу, ограниченный прямоугольниками, начиная с угла StartAngle, имеющий уловый размер SweepAngle. 0 градусов соответствует положению часовой стрелки на 3 часа. Углов отчитывается против часовой стрелки. Например, 90 градусов соответствует 111 часам, 189 часам и так далее. Цветовая система АВТ разрабатывалась так, чтобы была возможность работы со всеми цветами. Для создания нового цвета используется один из трех описанных ниже конструкторов. ColorInt. Параметры для этого конструктора являются 3 целых числа в диапазоне от 0 до 255 для красного, зеленого и голубого компонентов цвета. ColorInt. У этого конструктора один целочисленный аргумент, в котором в упакованном виде заданы красный, зеленый и голубой компоненты цвета. Красный занимает биты от 16 до 255, зеленый от 8 до 15 и голубой от 0 до 7. ColorFlatFlatFlat. Последний из конструкторов цвета Color принимает в качестве параметра 3 значения типа. Диапазон от 0 до 1.0 для красного, зеленого и голубого базовых цветов. Подытожим сегодняшнюю лекцию. Оплеты. Небольшие программы, предназначенные для работы в браузерах, как небольшие части штаба страниц. Класс Java Applet является наследником панели, а потом обладает всеми свойствами ABT-компонент. Были представлены этапы жизненного цикла аплета, отличного цикла обычного приложения, который запускается в этот имейн. Далее размещение аплета на штаба страницы. Необходимо использовать специальный тек-аплет. Кроме того, можно указывать специальный параметр, чтобы аплет настраивался без перекомпиляции корт. Спасибо за внимание. Продолжение следует...